Меня объявили афилистом. Вот это 10 тысяч рублей. Вы должны будете потратить за 5 минут в этом магазине. Это издевательство надо мной. Ваша сейчас задача набрать максимум все, что сможете увезти. На меня можно плюнуть и ее расстаткать. Неоднозначно выглядит, да? Но не торопитесь делать выводы. Этого мужчину зовут Виктор. Мы встретили его совершенно случайно. Он подошел к нам в кафе и попросил купить ему еды. Мы не отказали и угостили его пловом. И предложили потратить прямо сейчас 10 тысяч рублей. И он согласился. Интересно, да? Это я сейчас говорю про название ролика. Мне кажется, или сейчас в магазине можно ставить не такие деньги за один раз и за 5 минут. Это вообще реально 10к потратить за 5 минут? Ну, в принципе, да. Вот у бомжа есть 5 минут и 10 тысяч рублей. Что он купит? Килограмм 10 гречки взять. Килограмм 20 хлеба. Это был скайп со спонсором. Выражаю отдельное спасибо нашим новым зрителям. Спонсорам канала. Артему Серову, Алексею Наумову, Ивану Матлахову, Ване Евсееву, Головосику, Пират Шоу и Вейн И. Ребята задонатили по 250 рублей на спонсорство всего-то. Они попали в наш спонсорский чат ВКонтакте. И если ты хочешь так же, то ссылочка и кнопка специально будет в описании. А теперь мы спустим 10 тысяч весело использовать. Вот это 10 тысяч рублей, показывают на камеру. Вы должны будете потратить за 5 минут в этом магазине. Самый вообще обычный, простой магазин во дворах, в спальном районе. Деньги пока я вам давать не буду. Я буду оплачивать все просто на кассе. Ваша сейчас задача выбрать продукты, взять просто тележку, за 5 минут набрать максимум все, что сможете ввести. Но нельзя покупать ничего алкогольного. Перед съемками наш бездомный ходил 10 минут в этом магазине. Присматривался, что где лежит там, что где быстрее взять. Так что у него есть все шансы потратить 10к с пользой. Все готово? Готово. Придумали в голове? Сейчас походили немножко по магазину, подумали, да, чтобы выйти брать. На 10 тысяч рублей, у вас есть 5 минут. Время пошло, все. Погнали, погнали. Скорей, скорее, скорее. Так, все там, рыбка. Давайте скорее, скорее. Полуминуты уже прошло. Скорей, скорее, вы что медлите? Берите, берите. 40 секунд, корзина пустая, я в шоке. Не волнуйтесь, не надо, Виктор, не волнуйтесь. Больше берите, больше вас 10 тысяч. 10 тысяч у вас. 4 минуты осталось. Блин, ну, минута уже. Ой, да, да, больше, больше надо брать. Скорей, скорее, скорее, дальше. Не успеть, не успеть. Ну, 200 тысяч, ты говоришь. Тут хотя бы хотя бы на 1000 набрать, дай бог. Да. Самое главное правило, не брать алкоголь. Ничего алкоголя сбрежащего. Забирайте больше. Больше, у вас 10 тысяч. Берите любую. 3 минуты прошло, у вас 2 минуты всего осталось. Вы не успеете потратить. Меньше 2 минут осталось. 10 тысяч рублей. Забирайте больше, больше берите. 5 минут. Магазин продуктовый. Во. Волнуетесь? Спасибо. Набирайте активнее. Это все равно бесплатно для вас. Забирайте вообще все подряд. Минута осталась. Минута. Ситуация накаляется, а корзина все еще не полная. Блин, магазин-то небольшой, все рядом, руку вытянуло. Ну, блин, ну. Вот при покупках в интернете можно гораздо быстрее эти деньги спустить. Там же есть возможность получать с них кэшбэк. SmartySale это сервис умных покупок. И я рекомендую поставить себе их расширение для браузера. Я объясню почему. Почему именно они? Во-первых, высокие ставки по кэшбэку. В большинстве популярных интернет-магазинов. Али, Ебэй, Гирбест. Более миллиона довольных покупателей. Минимальная сумма для снятия, она практически отсутствует. Мгновенные выплаты любыми способами. От пополнения телефона до вывода на карту банка. У меня даже бывало такое, когда я что-то дорогое покупал в магазине, я просто забывал про кэшбэк. Так что сейчас я уже не наступаю на эти грабли. Я поставил себе расширение для браузера. Ведь с ним уже точно не забудешь про кэшбэк. Переходи по моей ссылочке из описания и пользуйся SmartySale. Возвращай свои деньги назад с покупок. Жаль, что наш бездомный, конечно, не сможет себе кэшбэк вернуть. Но что поделаешь. Блин, ну минута уже. Все, уже минута. Подожди, подожди, подожди. Не успеешь, Виктор. Минута. Разогнался. Селфи делаем. Алкоголь брать нельзя. Все, что угодно берите, кроме алкоголя. Макароны не знаю. Крупы какие-нибудь. 20 секунд осталось у вас. Не успеет. Сок здесь был. 5 секунд. Вот сок здесь. 5 секунд. Здесь сок уже был. Здесь сок. Берите весь. Больше сок уберите, больше. Все, время вышло. Все. Время вышло. Итак. Все, Виктор. Сейчас на кассу идем. Очень мало. Сейчас посчитаем и какая сумма посмотрим. 10 тысяч. Это вообще мало. Ну, прям ролик. Я даже немножко разочаровался. Я тоже как-то думал, он бегал, он бегал. Сейчас надо взять школьника. О, школьника можно взять. Школьник вот так все хапает. Вообще просто все шапает. Сок там, шоколад там. Все будет. Чиксы будут хавать. Да, да, да. Все подряд. Все будут забирать. Там все смотрят, прям это, продавцы на нас. Что случилось. Че все бегают. Если честно, я ожидал, будет перебор. Ведь, как-никак, такой шанс был все просто брать и сгребать себе в корзину, а он закупился всего на 2 600. Конечно, он не думал никаких Ксиоми, никаких телефонов. Он брал только самое необходимое, чтобы просто поесть. Если бы ты был бомжом, ты бы купил себе Ксиоми? Ну да, потому что Ксиоми это телефон для их бомжей. А ты каким телефоном пользуешься в свои 15? Че, это Ксиоми? Да. А, ну вот. Колодец, царский. Кюсок попить, хлебку пожевать, капустой закусить. Водку он так без нас найдет. Две шестьсот шестьдесят семь рублей. Наличка будет. Все, что осталось. Может, это просто не слишком невыполнимо за пять минут десять пипец. Вы довольны, Виктор? Я доволен. Давайте я помогу. Я доволен, я и не доволен, что я... Мало взял? Да, мало взял, да. Вот они, два пакета на две шестьсот шестьдесят семь рублей. Вот довольный Виктор, да? Да. Да. Еда, по сути, слушай, такая недорогая. Вообще, самая обычная. Там рыба, и сок, и мясо, и хлеб, и все, что надо. Даже икра есть. Кита, форель, шоколад, сок, капуста, холодец, хлеб, икра, мою. Вообще, самая дешевая, не какая-нибудь там... Да, кстати. ...елитарная. Но она хорошая, для бутербродов хорошо. Вы экономно, кстати, набрали. Но надо было, конечно, побыстрее. Растерялись, постеснялись. Да. Может, хотите горяченького поесть? Супика хотите? Да, да. Вы все, можете брать? Давайте я вас так скажу. А водку взяли? Водку в ящике. Водку, не забудьте. Может, ее стоит оставить все-таки? Нет, это же, это закуси, это выпить. Да, да. Правильно? Да, там выпить, тут закуси. Да. Слушай, и смех, и грех. И смех, и грех. Ах-то, да. Просто... Так вы в пакет уберите, зачем вы в карманы кладете? По привычке, по привычке. Вот алкаш-алкаша понимает, так ведь, еврей? Который, кстати, тоже любит прыгать со стакана на бутылку и обратно. Вот именно по этой причине он так редко появляется в роликах. И мало того, нынче даже 15-летние уже сидят на бутылках. Мы одноклассники бухают. А ты че не бухаешь? Зачем? Мне печень жалко. Ну все, выходим, выходим. Давайте откроем. Мы вам еще купим поесть, и все, и расстанемся. Поможем хоть вам, а то у вас на самом деле очень сложная жизненная ситуация, Виктор. Дальше мы пошли с бездомным в ресторан, чтобы напоследок его еще раз накормить. Мне почему-то его жалко было, но с другой стороны, знаете, почему наш Виктор оказался бомжом? Да все дело в алкоголе. Он сам, конечно же, рассказал историю своей жизни, но суть, почему она такая плохая, думаю, вам ясна. Это водка. Вам тоже приятного аппетита. Да, именно она, и ничто другое. Он ее пьет прямо в заведениях, говоря, что его трясет, и ему просто нужно прибухнуть. Наоборот, надо, чтобы водку-то не пить, чтобы не трясло. Здесь нельзя пить водку. Я же предупреждал уже. Он уже приходил, да? И не один раз. Да. Это самое замечательное, реально. Самое прекрасное. Все, извините, не доставайте. Мы все где будем ночевать. Не знаю, ну как так, не знаю, время 9, не помню ничего, не знаю. Вы сколько лет-то уже ходите так по улицам? Может, я говорю, с 11-го года. 8 лет, получается? Только у вас наверняка за 8 лет уже есть какие-то места в городе, где можно переночевать? А в подвалах ночевали? Нет? А подъезды? Блин, подъезд, надо заваливаться с двумя пакетами хавчика. Ну, уже живем. Где вот бьется, поедим, где бьется, поспим. Вот выживает сейчас. А если он замерзнет. А если он погибнет, как собака. Сто водка есть. Сколько вам лет? 56. Вот было, 8 лет. 56. 56. Вы мне в отцы годитесь. И мне тоже. А водку каждый день пьете? Практически, да. Нет, меня не стирает этот образ жизни. Мне этот образ жизни сделали, чтобы установить документы, нужны деньги. Так, а сколько вы на водку-то тратите? 10 дней не пить и все. И у вас паспорт готов? Да. Это же просто. У него зависимость же, как же. Зависимость. Что он так уже привык жить, он по-другому уже не может уже послужить иначе. Мы с ним немного посидели. И он рассказал нам, как к нему относятся работники скорой и просто как относятся к бомжу весь социум вокруг. Я говорю, неплохо, я задыхаюсь. У меня в глазах телетиме. Да, мы знаем, знаем, знаем. И так на меня, как будто я... Фух. На меня можно плюнуть и ее растоптать. Я говорю, что мы стоим? Вот мы же на экскаваторе. Вот экскаватор рядом. Они стоят ждать, ждут Виктор. Это издевательство надо мной. Я кто? Какой я человек? Где мои человеческие права? Где мои что? Меня все забрали. Все. Меня можно вышлинуть. Можно в туалет из каких-то... Уже вышлинули. Уже вышлинули. Так меня не пускают в туалет. Меня не пускают погреться. Что мне остается? А что делать? Как мне водку не пить? Как? Что вы делаете? Вот как делать? У него отчаяние. Что? Что мне делать? Как мне спать не дают? Мужчины у нас не спят. Мужчины у нас не спят. Как же мне? Как же мне жить-то? Как? Как мне себя делать? Не деду собирать мне деньги, у меня мир защемленный. Меня объявили афилистом, ее украли, деньги снимали, а в Сбербанке мне сказали, что мы не знаем, кто снимали. Что же я, лох, я большара, я дурак, я никто, я ничтожество, но я можно психушку, но я можно гнать. Что угодно со мной, то и можно делать, то и нужно делать. Это хорошо, мужики есть, настоящие. Если вы не хотите просто пьяным под забором сдохнуть, замерзнуть от холода, то надо, я считаю, жизнь менять. Мы помогли вам вот так вот. Мы просто случайные люди, которые встретились. Возможно, наша с вами встреча как-то повлияет. Мы сегодня пришли, Зары мы ушли, у нас не будет, мы должны сами как-то это понять. Виктор, удачи вам желаем. Спасибо. Удачи вам. Все ладно, давайте. Желаем вам. До свидания. Ну мы чем могли, помогли. Да, и жить нормально, в социуме. Дальше все зависит от вас. Жизнь ваша. Спасибо вам большое, товарищи. До свидания. До свидания, прощайте. Возможно, никогда и не увидимся. Ребята, я хочу, чтобы никто из вас на его месте никогда не оказался. Вот в плане того, чтобы жить на улице, бомжевать с бутылкой водяры в кармане. Ну, это дно, вы понимаете. А если даже и будете, то мне будет за вас стыдно. Так что, если понравился выпуск, отметь его лайком. Если хочешь увидеть в следующем ролике школьника или какую-нибудь еще интересную личность, то пиши в комменты, мы все читаем. Ну и не попадайтесь, конечно же, на уловки хитрожопых маркетологов и мошенников. Ну и не бухайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok